А здравствуйте! Сегодня с вами я, а это прекрасные цветочки для вас, для хорошего настроения вам. Вчера мы с вами познакомились с первым уроком, с началом книги. Ещё раз напомню, кто не знает, мы рассматриваем книгу на уровень А1.1 и продолжаем. Мы вчера с вами попробовали поупражняться, как сказать, представиться, как сказать, как вас зовут. И сегодня мы продолжаем эту тему, немножко углупимся. Вы видите на картинках, это тоже в книге. Какая книга, вы можете найти её в описании или в предыдущем уроке. Также у меня есть очень много видео на разные темы. Вы, кто первый раз на моём канале, прошу, присоединяйтесь, увидите множество интересных уроков. И совершенно бесплатно. Кому интересны индивидуальные занятия, пишите, пожалуйста, мне на WhatsApp. Итак, мы сегодня говорим, допустим, это я. Да, das bin ich. Это я. Вот как и на всех картинках. Das bin ich. Вы можете повторять со мной. Также будете тренировать с каждым уроком ваше произношение на маленьких вот таких вот примерах. Будем разбирать понемножку, чтобы хоть как-то усваивалось. Будем тренировать с вами разговорную речь на уровне А1. Итак, это я сказать, das bin ich. И вы уже выучили mein Name ist, повторяем, да, и называете имя, фамилию. Также мы дальше разберём сейчас, какие ещё вариации есть. Сказать моё имя или сказать я такой-то. Допустим, я Светлана, или я называюсь, меня зовут, институт mein Name ist, моё имя. Такое-то, да, можно ещё сказать несколько других вариантов. Итак, можно сказать ещё ich heiße. Вот, допустим, как вы видите в примере, Лара Новак или ich heiße Светлана Гар. Это тоже начинайте с имени, потом фамилии. Меня зовут. Ich heiße. И дальше имя, фамилия. И тут задание. Ordnen Sie zu. Это значит отсортируйте. Да? У нас есть первая карточка. Ich bin Lili. Я лили. Вот, чтобы сказать просто. Я есть лили. Ich bin Lili. Допустим, я. Я Светлана. Ich bin Svetlana. Да? Потом мы куда это подставляем? Ich bin Lili. Скорее всего, это может быть подходить на девочку. Это C. Да? Картинка C. В основном так представляются дети. Дальше. Ich heiße Lara Novak. Зачёркнуто. Вы уже видите, это подставлено под фотографию A. И третье. Ich bin Sofia Baumann. Так как София женского рода, значит, это D. Это женщина. Да? И скорее всего, она представлялась бы по имени и фамилии. Но в Германии это вот так принято. Поэтому не всегда по картинкам все сразу я столкнулась с тем, что я сама, я помню, не всегда понимала, почему именно так. Потому что я знаю, когда и взрослые представляются друг другу, да, в частном порядке, да, я Светлана, там, или я Петя и всё такое прочее. Но нет. В Германии немножко по-другому. Не более это, если между чужими людьми, да, это более официально. Конечно, да, можете представиться и так. Но это какой-то стандартный сейчас вот в книге пример, и так оно и есть. Поэтому Ибин София Бауман подходит к D, да. Фотография D — это второслая женщина. И также My name is Walter Baumann. Это подходит Вальтер, это мужчина, это его имя. Подходит к картинке B, да. И так вам нужно будет под фотографией, нужно было бы подписать все эти примеры. И как вы заметили, можно сказать, Их пин Лили, я Лили. И можно сказать, Их пин София Бауман. Да, когда представляется взрослая женщина, она может сказать, я София Бауман. А девочка уже, да, может сказать, но это уже будет как-то странно. Или если ее спросят, да. Чтобы она назвала имя, фамилию. Но в основном, да, дети отвечают по имени. Так, я надеюсь, вам понятно. Если не понятно, прокручивайте еще раз видео заново. Так же, как и вы можете просмотреть еще другие уроки. Подписывайтесь и следите за новостями о выходе новых уроков.